Могилевшане разыкуют перейти в Новый год со значными запазками по коммунальных платежах. Хотя и не платежиков, а догольной личбы корыстальников 2% на их долю пришлися солидные неоплаты. На первые дни святых специалисты могилевских РКЦ наведают такие семьи, как попробовать вывести их с платежного минусу. В микрорайоне Ямницке только в одном доме живут одразу три семьи неплатежиков. Частей из всех это шмадетные семьи и женщины у них не працуют. Однако дома господаров не знайсти. Нам посчастило только на третьей спробе. Запазыка этой семьи амаль 700 рублей. Вы рожаете не для государства, вы рожаете для себя детей. У вас по полному возмещению вода не считается. Вот единственная льгота у вас, которая есть. Большую участку городской запазки по меры 400 тысяч рублей устворыли недосциплинованные платежники, которые со спазнением али погашают рахунки. Зато и же хороу социальных кватер ни примусить, ни выселить. В оключениях это кватеры, что с первого липения стали коммерциным жильем. В законе написано, что если имеют задолженность два месяца за аренду, либо за коммунальные услуги, значит, подлежат выселению без предоставления другого места жительства. Вот, значит, сейчас мы очень плотно работаем с прокуратурой в этом направлении. Значит, сначала повестка вызывает их в прокуратуру, проводит прокурор с ними разъяснительную работу, беседу о том, что необходимо оплачивать коммунальные услуги. Вот, кто-то после этого оплачивает полностью. Если оплата не поступает, нет удержания по исполнительному листу, значит, подается через прокуратуру пакет документов на выселение из коммерческого жилья. До прокуратуры по инициативе ДзГИС все лето дошли 19 справ. Однако господары Сваичасова погасили за пазыку и теперь по засписам должников. Справы шмадетных семей у ДзГИС плануя накеровать органы опеки, потому что тут справа крана и не только оплаты коммуналки, а и життя малых. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На первой дне православного роства у Осиповичих пройдет колядный турнир по амине футболе. У им будут спаборничать юнаки 11-12 году. Турнир открытый, на его сбираются команды не только из Беларуси. Подтвердили свой удел футболисты Санкт-Петербурга. Як рыхтуются господары поля, да спаборничтва ведая Татьяна Сергейчик. Один турнир заменяя ледь не по угоду тренировок, так оценивают спаборничтвы ГТ-хлопчики. Для своего взрослого они довольно опытные. Недавно с перемогой вернулись со спаборничтвы у Италии. Если я начал заниматься футболом, это как бы становится частью жизни. Это развлечение. Это входит в хобби, развлечение. Мы были в Эстонии, в Польше, в Санкт-Петербург, даже ездили в Россию. Тоже там выиграли. И вот на кожаном мяче первый раз выиграли. Юнакам у Сягу по 11-12 годов многие занимаются футболом с маленства. Я еще взял их, когда они еще были в детском садике. Первый я тренировал их в детских садах, ходил. А вот уже как они пошли в школу, группой продленного дня, после группы продленного дня я их забирал. В каждой школе у меня предоставлялся мне зал. В каждой школе. У меня на каждой школе была своя группа. Через два года мы уже сформировали две группы хороших. Осиповицкой детяшей команде теперь есть с кого брать приклад у Гульни. В футбольный клуб Осиповича по выниках сезону перейшел у первую лигу. По посещаемости наш клуб, я имею в виду болельщиков, был одним из первых из лидеров, когда домашние все игры приходили с семьями. И вот эти мальчишки, которые в данный момент мы сейчас видим, конечно же у них в первую очередь, они всегда приходят на каждую группу, дают мячи, то есть расставляем. Для них это тоже как событие. На Пероде у Хлопчикова серьезные старты. Открытый колядный турнир по мини-футболе. А весной и они избираются на споборництвы за мяжу. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов, Новиниргия.